Приветствую вас, Анастасия. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Вообще, это довольно интересное завершение вашего текста, как мне кажется, как я считаю. Потому что, по сути, весь свой вопрос вы пишите, что вот ваш муж ведёт себя неадекватно, его вспышки агрессии, вы вот неконсолируемые и так далее. То есть, вот это всё вы описываете. Говорите, что боитесь его, собственно, до трясучки. Говорите, что он много разных действий совершал по отношению к вам, я так понял. Вот. Дальше вы описываете, как хотели бы провести новогодние, собственно, праздники. Вот, что тихо, посидеть никакого веселья, ничего. Вот. Просто встретиться в праздник. Вот. Дальше вы говорите о том, что ваш муж против, что он хочет, чтобы вы были с ним. То есть, ну, вероятно, здесь имеется в виду, что хочет праздник. Вот. И дальше, значит, вы спрашиваете, вы говорите, что он злится, оскорбляет, и вы спрашиваете, как будет, почему вам, почему мне его жалко. И вот я бы вас спросил, я бы вас спросил, на самом деле, а почему вам его жалко. Ну, то есть, вот, как получается-то, что вам его жалко. Я думаю, что есть какие-то у вас основания для того, чтобы вам его жалко. Думаю, что вряд ли просто так вам его жалко. Вот. Вот. И вам бы на эту тему сейчас подумать. Если я правильно понял, ваш мужчина, он зависим от алкоголя. Вот. У него алкогольная зависимость. И, соответственно, вы, поскольку терпели его поведение, которое вы называете безобразным, и сейчас вам его жаль, то вы, к сожалению, созависимый партнер. Про созависимость можно почитать в интернете. Вот. Но, вкратце, это идеализация партнера и страх одиночества. То есть, словно говоря, когда вы говорите, что вам его жаль, в некотором смысле вы немножко лукавите, потому что вам жаль себя. И вам необходимо обесценить то, что делал ваш муж и делает. Как-то это объяснить. Чтобы иметь надежду к нему вернуться. Чтобы что-то получать для себя. Вот. Почему так происходит? Из-за некоторых обесценивающих, наказывающих депрессивных тенденций в вашей психике. То есть, если человек себя обесценивает вот в глубине души, например, допускает, что с ним можно обращаться определенным образом. Если человек допускает, что его есть, за что наказывать, например. Или если человек игнорирует свои интересы, свои ценности, свои чувства, да, не выражает их, ну вот, может быть, такая ситуация, что вы не привыкли это делать. То это всё создаёт хороший плацдарм, хороший плацдарм для... Когда другим человеком заменяется ценность самого человека. Другими словами, вы довольно слабо представляете, как можно жить для себя. Мне кажется. Вот. Что касается стабильности. Вот. Ну вот, то, что вы говорите про стабильность и безопасность. Я бы сказал, что это вопрос, касающийся личных границ. В первую очередь, это вопрос, касающийся личных границ. То есть, отделение себя от другого человека. Вот. Ну, чтобы у вас было чёткое представление, представление, понимание в том, например, где вы, да, а где другой человек. Где, где, условно, ваша ответственность, а где ответственность другого человека. Сейчас вы, на мой взгляд, этого не видите, сейчас, на мой взгляд, этого не представляете. Сейчас, на мой взгляд, у вас не получается это реализовывать. Вот. Вот. На мой взгляд, сейчас вы просто, ну, по сути, оказываетесь смыты другим человеком, который просто, ну, знает себя, может быть, такой, более, как это сказать, более экспрессивный, может быть. Ну, да, то есть, который может, ну, захватывать вас, который может навязывать вам какие-то вещи. Вот. И это оказывается для вас критичным. Ну, потому что лишних границ нет. Осознавание того, что хочется, того, что нужно, нет, как правильно. Ну, понимание, понимание того, как правильно, нет, тоже у вас вероятно. Вот. Ну, и в итоге, как результат, вы, конечно, очень страдаете из-за этого всего. Поэтому, да, сейчас вы боитесь, потому что полностью зависит от человека на себя, вы не полагаете. Вот, ну, не учится полагаться на себя. Вот. И в этом вам поможет психотерапия. Немаловажный момент заключается в том, как мне кажется, как вы воспринимаете то, что мужчина вас оскорбляет. Вот. То есть, как вот вы это воспринимаете. Вот. Мне больше хотелось в этот момент преследовать, потому что, мне кажется, что это по-важному. Мне кажется, это очень важно. Какой бы себя чувствовать, когда, ну, человек вот делает то, что делает, да? То есть, когда он оскорбляет вас. Это не стоит с целью, чтобы посмаковать какие-то вещи. Это я больше с той целью, чтобы вы лучше себя, лучше себя поняли. Чтобы вы лучше к себе относились. Вот. Потому что, если этого не происходит, то вот у вас такая ситуация просто будет повторяться снова и снова. Вот. А я думаю, что вы этого не хотите и вашему ребенку слышать не нужно. Вот. Поэтому, вот, на эти внимание, на эти моменты, на эти моменты, на эти моменты, на эти моменты, и, обратите, пожалуйста, свое внимание. вот. Довольно это важно, вот, довольно это всё важно. Вот. И после чего уже можно говорить о том, чтобы вам двигаться в каком-то направлении, в направлении того, какие проблемы стоят за тем, что вы сейчас описываете. Вот. Я бы ещё спросил у вас примерно следующее, а почему вы спрашиваете как вам быть? То есть вы спрашиваете как быть из какого чувства? Из сомнений, из страха, из какого чувства вы спрашиваете как вам быть? Мне кажется, что если вы будете самостоятельно, например, принимать решения в своей жизни, то многие вещи будут проще для вас. Но для этого нужно понять в каком вы состоянии, то есть из какого чувства вы задаёте вопрос как быть. Вот. Потому что это очень важно. Если от страха, то одно, если вот из жалости, это другое, если там из каких-то желаний это прийти и так далее. То есть вариантов достаточно много. По-вторых. Вот. И нужно понимать, как это происходит у вас. То есть каким образом вы приходите к тому, что не знаете по сути как вам быть. Вот. такой ответ. Я надеюсь, вам это было полезно и интересно. Надеюсь, что у вас сформируется некоторая обратная связь на мой ответ, которая позволит вам начать работу над собой. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.